Площадка для церемонии награждения участниц ежегодного городского конкурса «Женщина года» стал Волжский ЗАГС номер один. Инициатором мероприятия уже несколько лет является общественная организация «Союз женщин города Волжского». И по словам организаторов, получить почетное звание стремится все большее число волжанок. 20 женщин подали заявки, и жюри было очень, мимоверно, сложно выбирать из этих 20 победителей. Для нас каждая из этих женщин победительница. Мы узнали, какие у нас интересные женщины. Это и матери, это и руководители, и предприниматели, это педагоги, это врачи, это медсестры. Очень много женщин, необыкновенных, которые творческие, которые целеустремленные, которые работают на благо города Волжского. В числе собравшихся на церемонии были представители администрации Волжского, депутаты гордумы, родственники и друзья участниц. С приветственным словом конкурсанткам обратился глава города Игорь Воронин. Вы сегодня стоите уже в главе управления предприятием, организацией. Вы уже сами, работая не только нас двигаете к этому, но и сами активно развиваете город Волжский. И за это, конечно, вам огромное спасибо. Есть яркие, интересные, креативные и желающие этот мир менять, его делать лучше, сохранять и город преображать. Всего в конкурсе было заявлено 11 номинаций. Лучшей бизнес-леди в категории предпринимательства стала Валентина Синицына. В номинации образования не было равных учителю английского языка средней школы номер 31 Оксане Антоновой. Участников и победительницу номинации культуры награждала заместитель главы Волжского, председатель Оргкомитета конкурса Валентина Чурекова. Хочется вам пожелать в дальнейшем оставаться для каждой из нас таким же ярким примером, которым вы сегодня для нас являетесь. Желаю вам новых побед, профессионального мастерства, новых достижений. Ну и, конечно же, чтобы рядом с вами всегда была та самая половинка, которая будет вас мотивировать на новые победы. Успехов, любви, счастья, ну и, конечно же, мира и добра. Лучшей в категории культуры стала преподаватель детской школы искусств «Гармония» Анжелика Акрит. Участников и победительниц номинации здравоохранения, журналистика и безопасность награждал депутат Волжской городской думы Дмитрий Григоров. Женщина всегда была, есть и будет вдохновителем для нас, мужчин. И все, что в этом мире есть прекрасного, это дарите вы. Ну и, конечно же, отдельно нужно выделить, что прекраснее, чем наши дети, наверное, нет ничего. И детей нам кто дарит? Конечно же, вы. Прекрасное всегда происходит от прекрасного. Спасибо вам огромное за то, что вы есть в нашей жизни. В номинации здравоохранения лучшей стала заведующая социально-медицинским отделением номер два Волжского психоневрологического интерната Зинаида Колесникова. Победительницей категории журналистика стала корреспондент Волжской правды Елена Белоусова. В номинации безопасность победа была за начальником отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия Следственного управления МВД России по городу Волжскому Кристина Вербицкой. Диплом за материнство получила Анна Акжегитова. В номинации «Благодворительность» лидером жюри признала члена Союза женщин города Волжского Наталью Рязанцеву. Лучшей мастерицей рукодельницей Валентина Шевченко, а диплом сестры «Милосердие» получила медсестра Волжского психоневрологического интерната Алима Утепова. Хочу сказать, что у нас прекраснейший город. Я как участница жизни нашего города могу выразить только огромную благодарность администрации. Игорь Николаевич вообще очень часто встречаю на всех мероприятиях. У нас очень хороший город, красивый. У нас движ проходит по полной программе в любой сфере – и культурной, и спортивной. Поэтому огромная всем благодарность. Все 11 волжанок-победительниц конкурса теперь будут защищать честь Волжского, став участницами областного конкурса «Женщина года», который пройдет 1 марта в городском детско-юношеском центре Волгограда. Ксения Голоскова, Игорь Ечеменев, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1».